Белоснежные блузки и пышные банты, искренние улыбки и трепетные эмоции. Первое сентября – радостный день для педагогов, учащихся и их родителей. Торжественная обстановка царит в каждой школе города. В гимназии номер три – двойной праздник. Теперь обитель знаний носит почётное имя героя Беларуси, митрополита Филарета Вахромеева. Это наш учитель, он очень многое вложил в нашу страну. И будет пример митрополита Филарета, я считаю, достойным образом для подражания учащихся гимназии номер три. Наша обновлённая красивая школа открывает снова двери. Снова это рой впечатлений, это рой прекрасных глаз и усмешек. С праздником, с Днём знаний и всего самого лучшего, тёплого и светлого в новом учебном году. Учреждение образования славится своими достижениями. На экскурсии гостям есть что посмотреть. Современный STEM-класс, робо-сумо, инновационные разработки старшеклассников. Здесь же открывается инженерный класс. Такое нововведение и в других гимназиях города. С каждым годом образовательный процесс становится более увлекательным и эффективным. Поздравляем наших учителей, педагогов с началом занятий с первого сентября, но особенно наших первоклассников, которые в городе Бобруське сели за партой 2,5 тысячи человек. Главные герои этого дня волнуются больше остальных. У маленьких непосед звёздный час. Читают забавные стихотворения и исполняют весёлые танцы. Для каждого первоклассника подарок от президента. Книга «Беларусь наша родима». Самое душевное пожелание, самое с моей точки зрения важное – это всё-таки быть патриотами. И я уверена, что ребята из второй гимназии именно такими будут. Ещё раз праздником, с Днём Знаний. Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь. Впереди у первоклассников насыщенное погружение в мир знаний. Озорные ребята с интересом разглядывают красочную доску и, затаив дыхание, слушают свою первую учительницу. Мне очень понравилось. Я неожиданно встал. Меня разбудили, потому что я очень был рад. Я позавтракал и быстрее в школу. Там 10 минут оставалось до начала, и мы успели, и всё было хорошо. Я хочу стать спортсменом футболистов. Вот Роман мой тоже хочет стать спортсменом футболистов. Да? Да. Мы вдвоём на футбол ходим. Да. «Беларусь и я. Диалог мира и созидания» – тема первого урока, которая актуальна как никогда. Государство заинтересовано в том, чтобы после обучения на всех этапах в экономике были заняты грамотные и квалифицированные специалисты. 11-классники с первого дня стремятся побыстрее начать подготовку к поступлению во взрослую жизнь. Для них этот учебный год последний и самый важный. От этого года я ожидаю, пожалуй, весёлый настрой и очень активно буду проявлять себя в гражданской позиции. Также надеюсь на то, что год дастся легко и будет довольно интересно. В моих планах хорошо закончить этот учебный год, добиться как можно более лучших баллов, чем были в прошлом. Хорошо сдать экзамены, ЦТ и поступить в Градницкий медицинский университет. В сфере образования всегда уделяется особое внимание. С 1 сентября повышается зарплата педагогов на 15% от оклада. Самую большую надбавку получат учителя и преподаватели за классное руководство и кураторство учебной группы. В учебном году приоритетным направлением по-прежнему останется обеспечение качества образования, развитие олимпиадного движения, исследовательской деятельности. В работе по воспитанию учащих, воспитательной работе по-прежнему актуальными будут воспитание гражданина-патриота своей страны, формирование основ безопасной жизнедеятельности учащихся. Школы города распахивают двери для более чем 24 тысяч учеников. Ряды педагогов пополняют 95 молодых специалистов, 57 – бобруйчане. Впереди плодотворное время новых достижений и интересных занятий. А пока амбициозные мечты вместе с воздушными шарами взлетают высоко в небо. В добрый путь.